Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Добро пожаловать на канал, который ещё полгода назад знал, что доминошки скоро посыпятся. Когда несправедливость становится законом, восстание превращается в обязанность. Сегодня я расскажу вам о том, о чём никто не думает или не хочет, думать, зная, что вся пирамида держится на крайне сомнительных опорах. Но прежде чем мы начнём, я бы хотел попросить вас поставить лайк этому видео. Давайте наберём хотя бы 2000 лайков, это нужно для того, чтобы алгоритма Ютуба его заметили. И это действительно очень помогает моему каналу быть замеченным. Большое спасибо за вашу дикую, безбашенную поддержку, в хорошем смысле этого слова. Я верю, что актуальная финансовая система полностью испорчена. Мы уже не раз говорили об этом на этом канале, об экономическом неравенстве в Соединённых Штатах, да и во всём мире. Всё это можно легко подытожить при помощи этого огромного графика денежных рынков всего мира. Каждый большой квадрат – это условное отображение сотни миллиардов долларов. Серебро – самый маленький денежный рынок с объёмом до 50 миллиардов долларов. Далее следует криптовалютный рынок с объёмом 244 миллиарда долларов. Как видите, криптовалютный рынок – это тоже очень маленький рынок. После криптовалютного рынка следуют расходы военных по всему миру с объёмом 1,7 триллиона долларов в год. Следующая строка – дефицит налогового бюджета США за 2020 год. По прогнозам, к концу 2020 года его сумма достигнет примерно 3,8 триллиона долларов. Вот отсюда и начинается самое интересное. Ребята, так случается, когда кто-то сделает тебе одолжение, а ты остаёшься этому человеку должен. Сегодня я, наконец, рассчитаюсь по своим долгам. Поэтому рекомендую вам подписаться на Влада Стышенко. Он так же, как и я, криптоэнтузиаст до мозга костей. На его канале уже 47 тысяч подписчиков, которые доверяют его прогнозам и рекомендациям. Некоторые из его рекомендаций дали неплохие иксы. Например, Вейзер Икс дал 5 иксов и Рен дал 3 икса. Конечно же, он так же делится и своим опытом абсолютно бесплатно для аудитории своего канала. Ссылка на его телегу и ютуб канал будет в описании под видео. Подписывайтесь и пишите, что вы от меня. Какое-то затишье перед иксовой бурей. Ну а мы продолжаем. Следующий рынок – банкноты и монеты. К нему относятся все физические, осязаемые валюты в мире. А его объём составляет 6,6 триллиона долларов. Именно с этого момента вы начинаете понимать, почему наш мир такой ужасно испорченный. Далее идёт баланс Федеральной резервной системы США, который на сегодняшний день составляет более 7 триллионов долларов. И более 40% от этой суммы было добавлено лишь в этом году, менее чем за 6 месяцев. Сразу за балансом ФРС идут миллиардеры всего мира. Это 2095 человек. Совокупным объёмом 8 триллионов долларов. Да, 2095 человек коллективно владеют 8 триллионами долларов. Что на 14% больше, чем баланс Федеральной резервной системы США. И на 21% больше, чем объём всей физической валюты на планете. Следующий рынок это старинный актив, всё ещё имеющий своё место среди денежных рынков. Так как он дольше всего связывал правительство с реальностью. Это золото. Золото всего мира оценивается в 10,9 триллиона долларов. Но золотой стандарт был угроблен. И сейчас мы видим, что именно имеет значение. Создание схем огромных пирамид, которые рассыпаются. Так как у вас недостаточно стоящих активов, чтобы поддержать богатство, о котором мы будем говорить дальше. Fortune 500. Это рейтинг 500 крупнейших мировых компаний по их выручке. Как мы видим, 5 крупнейших компаний из списка Fortune 500 затмевают мировой рынок золота. И это только в США. И только 5 компаний. Добавьте туда ещё все биржи акций мира и получите огромнейший рынок с объёмом 89,5 триллиона долларов. Именно во столько оцениваются все акции мира. Теперь, чтобы эта пирамида имела право на жизнь, фиатные валюты нужно было снять с золотого стандарта. В противном случае они просто не смогли бы печатать свои фальшивые деньги. Пустое. Ничто. Если бы сегодня мы всё ещё были на золотом стандарте, основываясь на рыночной капитализации золота, у нас было бы только 10,9 триллиона долларов в общей денежной массе. Так как страны уже некоторое время не хотят или не могут этого себе позволить, то денежная масса постоянно растёт. По состоянию на 2020 год мировая денежная масса составляет 95,7 триллиона долларов, из которых мы как видели ранее 6,6 триллиона долларов составляет физические деньги. Это всего лишь 7% от общей массы, а остальные 93% это цифровые деньги, то есть ничего, просто циферки на счетах. Золотого стандарта больше нет, есть только свободно плавающие валюты, разрешающие правительством, корпорациям, Уолл-стрит и даже домохозяйством брать кредиты, когда только вздумается. Что они успешно и делают? Весь мир живёт в долг. Мировой долг составляет 253 триллиона долларов. Три раза больше всей мировой экономики. Большую часть из этого долга сделали корпорации, это 29,5%, затем правительство 27,4%, далее домохозяйство 24,3% и, наконец, финансовый сектор 18,8%. Наконец, мы добираемся к вершине пирамиды, к которой относятся мировые активы. Недвижимость, земля, здания и вся существующая собственность. Она просто гигантская, 280,6 триллионов долларов. Основу составляет жилая часть, 220 триллионов, затем коммерческая часть, 33 триллиона и, наконец, сельскохозяйственная часть, 27 триллионов долларов. Рассмотрим подробнее самую большую часть, жилую. Из 220 триллионов долларов, 48,4 триллиона или 22% от всей собственности находятся в США. Однако, только 6% от мирового населения живет там. В Европе живет 10% мирового населения, и туда также приходится около 48 триллионов, или 22% от всей собственности. Очевидно же из этих цифр, что в мире уже давно созрело неравенство. Причем, очень серьезное и солидное, которое только набирает оборотов. Итак, мы закончили, ведь это самая вершина, верно? Все это создает мировое богатство, все 366 триллионов долларов. США это самый крупный лидер по богатству во всем мире. Эта страна создает 106 триллионов долларов, или 29,4% от мирового богатства. Затем идет Китай, у которого около 62 триллионов, или 17,1%. После него идут страны, относящиеся к списку развитых. Япония, Германия, Англия, Франция, Индия, Италия, Канада, Испания, Австралия и Южная Корея. Все они вместе создают 34% мирового богатства. Объединенное богатство этих 10 стран лишь немного превосходит богатство США, и всего в два раза больше, чем богатство Китая. Богатство сконцентрировано в недвижимости, но, как я сказал, это еще не самая вершина, и на самом деле больше всего денег в деривативах. Деривативный рынок – это договоры, по которым стороны получают право или обязуются выполнить некоторые действия в отношении базового актива. Это, например, фьючерсы на нефть или бумажное золото. По минимальным оценкам, мировые деривативы стоят 558,5 триллионов, а по максимальным – около 1 квадриллиона долларов США. Это вершина пирамиды, фьючерсные контракты, опционы, ставки, свопы и так далее. Все эти активы относятся к кровососущей Уолл-стрит с тех пор, как она захватила правительство всего мира. Товары, недвижимость, процентные ставки фиатных валют, ценные бумаги, то есть акции, сюда попала даже инфляция. Теперь любой актив имеет относящийся к нему дериватив, включая и нашу с вами любимую криптовалюту. Этот актив, который находится на самой верхушке финансовой пирамиды – дериватив, он получил название «финансового оружия массового уничтожения». Кто это сказал и когда? В 2002 году об этом сказал Уоррен Баффетт во время ежегодного отчета Бэкшая Хэтэвэй. «Чарли и я верим, что Бэкшая должна быть крепостью финансовой силы во благо наших инвесторов, кредиторов, держателей страховых полисов и работников. Мы стараемся быть максимально аккуратными к любым мегакатастрофическим рискам, и такое поведение делает нас чрезвычайно осторожными по отношению к увеличивающимся количеству долгосрочных деривативов и огромным суммам необеспеченных задолженностей, которые растут рядом с ними». Однако на наш взгляд, деривативы – это финансовое оружие массового поражения, несущее угрозу, которое хоть и скрыто, но потенциально смертельно. Уоррен уже тогда знал о том, что деривативы смертельные, и если вы не знали, в чем была причина финансового коллапса 2008 года, то она заключалась именно в нерегулируемых финансовых деривативах. В отчете «Роль финансовых деривативов в финансовом кризисе» говорится, что кредитные дефолтные свопы были главными участниками финансового кризиса и коллапса. В то время максимальная оценочная стоимость рынка нерегулируемых внебиржевых деривативов превышала 600 триллионов долларов. В соответствии с тем, о чем мы только что говорили, с 2008 года этот рынок вырос еще на 400 триллионов долларов, до одного квадриллиона долларов США. В мартовском падении рынка многие люди винят вирусную панику, но в реальности это произошло еще до вируса. За последние 10 лет большинство активов были приобретены на заемные деньги, исходя из роста этого рынка на 400 триллионов долларов, или же на 66,5%, всего лишь за 10 лет. Кстати, получается не очень хорошее число, 66,6%. Забавно. Мудрые ребята, которые сейчас доминируют в повседневной торговле на Уолл-стрит, хедж-фонды и фонды частных капиталов, обычно кладут 1 или 2 доллара своих личных или своих инвесторов на каждые 10 долларов стоимости приобретенных ими ценных бумаг. Но не в течение мартовского краха, когда цена этих активов упала на 10-30%, и банки, которые одолжили эти деньги для первоначальной торговли, получили право требовать дополнительные деньги. Единственный способ достать эти деньги – что-то продать. Так что же делать хедж-фонду или фонду частного капитала? Продавать. В таком случае продажи равняются еще большим продажам. Опускающаяся спираль смерти – возможные события массового уничтожения. Отрицательные цены на нефть – деривативы. Дернуть за рычаг выключения фондового рынка – деривативы. Выключатель BitMEX – деривативы. Правительство печатает триллионы за триллионами – деривативы. Вот почему физические активы, такие как серебро, золото и криптовалюты, и даже физические банкноты, а не цифровые, должны быть самыми ценными вещами в мире. Физический доллар может быть единицей расчета в случае полного краха, но эти цифровые доллары – их просто не будет, как только исчезнут банки. Итак, события, происходящие в мире – это продукт этой пирамиды. Люди наводнили улицы, протестуют, да, это происходит из-за несправедливой смерти и расового неравенства, но это также является и последствием этой несправедливой пирамиды. Меня зовут Богатейший Ди. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова